Капитальному ремонту подлежит и дом-героини нашего следующего сюжета. Агафья Лапина более 45 лет прожила в Лабожском. После выхода на пенсию женщина решила сменить место. Сельский дом на комфортную городскую квартиру, купив жилье в микрорайоне «Факел». Все бы хорошо, но 2015 год преподнес пенсионерке неожиданный сюрприз. Угол многоквартирного дома стал проседать, покосились балконы. Многочисленные обращения в управляющую организацию и местную администрацию заканчивались либо обещаниями о скором ремонте, либо отказами. Но после долгих скитаний решение вопроса все же нашлось. Алена Валей с подробностями. Раньше о скитаниях по различным инстанциям в поисках ответов Агафья Лапина знала только по историям знакомых и из телевизионных передач. У меня никаких нет проблем. Вот год начался, я увидела, что угол падает. Мне стало страшно. Я думаю, что такое. Пошла, я так его встала, пока так смотреть. Нет, все больше и больше падает. В мае Агафья Алексеевна начала бить тревогу. Оббивала пороги управляющей компании и местной администрации. Посетила квартиру пенсионерки и комиссия при администрации поселка Искателей. По заключению комиссии проблем со стенами нет. Нерешенным оставался только вопрос балкона. Так как жил площадь в собственности, а балкон является частью квартиры, то и ремонтировать его должен владелец за свой счёт. Но есть ряд исключений. Балконная плита, а в данном случае, если дом деревянный, вот эти выступающие балки, которые держат этот балкон, относятся к общедомовому имуществу многоквартирного дома. Ограждающая конструкция балкона и козырёк – это имущество собственников квартиры. У Агафьи Алексеевны были все права требовать ремонт. Ведь виной всему деревянные стулья, на которых держалась конструкция балконов. А это, согласно законодательству, уже общее имущество. Поэтому его должны ремонтировать из муниципальных средств. В этом году на капитальный ремонт жилфонда посёлка Искателей за полярный район выделил более 21 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на обновление кровель поселковых домов. Кроме этого, часть средств закладывается в бюджете самого муниципального образования. На ремонт дома по переулку Ленинградскому в поселковой казне удалось изыскать порядка 540 тысяч рублей. Там просто меняют стулья. Они были прогнившие, так сказать, уже давно. И балконы сели, вот именно под балконами. Ну и там по просьбе жительницы тоже там ещё... Ну, когда вскрыли, посмотрели, там ещё дополнительно сделали под торцевую стену. Подставили ещё стойки, например, или стулья. Укрепили, чтобы дом осадки не давал. Но ремонт части фундамента не сможет исправить настоящих и будущих проблем двухэтажки. Дом значится в программе по капитальному ремонту жилфонда. С этого года все владельцы квадратных метров оплачивают взносы на будущее обновление своего дома. По 6,5 рублей с квадратного метра квартиры. Все дома в нашем регионе поделены на 10 трёхлеток. В список включён не только старый жилфонд, но и новостройки. Дом номер один по переулку Ленинградскому – 1987 года постройки. Отремонтировать должны до 2026 года. В нём планируется обновить системы электрогаза и водоснабжения, фундамента и цокольных перекрытий. Но, возможно, преображение дома произойдёт и раньше. Это предельный срок. Мы уже сейчас залезаем во вторую трёхлетку. То есть дома будут, те, которые отказываются, признаются аварийными, они будут исключаться. Поэтому темпы пойдут намного быстрее. В октябре список домов, подлежащих капитальному ремонту, сократился сразу на 53 многоквартирных строения. Часть домов не имела статуса многоквартирных. Это общежития. Другая – аварийные строения. По заключению Бюро технической инвентаризации, степень износа строений превысила предельные значения. Так что список домов значительно сократится. И дом нашей героини, отмечают специалисты, отремонтируют раньше 2026 года.